Новая школа, новые возможности. Девятилетнюю Машу Сташенкову вдохновил на занятия фольклором дедушка. Он играет на баяне. Девочку уже три года занимается пением. Раньше родителям приходилось возить ребенка на занятия на мехзавод. Теперь развивать талант можно будет рядом с домом, говорит мама Маши Ирина Сташенкова. Очень много приятных эмоций, потому что здесь и помещение очень большое, очень красивое, здесь оформлена очень приятная цветовая гамма. И вообще как-то очень приятное впечатление. Новая детская школа искусств, первая построенная в Самаре за последние 30 лет. Здесь уже набрали 150 учащихся по таким специальностям, как изобразительное искусство, фортепиано, скрипка, народные духовые инструменты, а также академический и эстрадный вокал. Я думаю, что будущее у этой школы большое, потому что основывается она на тех традициях, которые были заложены в детской школе искусств более 60 лет тому назад. И в то же время ей открываются новые перспективы. Возможности новой современной школы оценил губернатор Дмитрий Азаров. Он осмотрел все классы образовательного учреждения. Мне кажется, получилось. Конечно, есть еще что дооснастить, и мы обязательно это сделаем. Есть, наверное, как еще украсить, но, как вы знаете, как и любой дом, так и школа, которая для многих детей станет вторым домом, обживается не сразу. Общая площадь нового образовательного учреждения более тысячи квадратных метров. Здесь будут обучаться 350 детей. Также в планах создать свои детские оркестры, народных и духовых инструментов. На церемонии открытия Дмитрий Азаров вручил сертификат для приобретения дополнительного оборудования. Все это благодаря нацпроекту «Культура», который активно реализуется в Самарской области. Мэр Елчан, Николай Епифанов, События.